Парикмахер Светлана никогда не выбрасывает волосы. Всё объяснимо. Волосы – ценный рабочий материал. В перспективе всё это может стать причудливой птицей или цветком. Идею создавать коофюры Светлана вынашивала долгие годы. То есть я работаю с волосами. Стрижём, красим, причёсываем. И когда один и тот же материал в руках, и работаешь много лет, всё равно какие-то появляются ещё мысли. И потом, если очень много в голове фантазии, невозможно её воплотить на голове клиентов. Издревле парики имели и ритуальное, и декоративное назначение. В 17 веке во Франции начался настоящий бум искусственных причесок. Уважающий себя придворный имел как минимум три парика. Чёрный для утра, каштановый дневной, светлый вечерний. Такие парики посыпали пудрой или мукой. Народ попроще мастерил коофюры из овечьей шерсти, конских хвостов, водорослей, волокон конопли и кукурузы. В дело шли даже волосы казнённых преступников. Дамские парики держались на каркасах. В моде были необычные формы – груши, яблоко или сердце. Вот видите, чтобы так было красиво. Это нужно с терпением по волоску. Самые такие, у нас же подушечные пальцы, рабочие. И вот так. В поиске вдохновения Светлана обычно обращается к природе. Излюбленный её образ – птица. Яркие цвета, неожиданные формы. По словам постижёров, в птичьем мире есть где разгуляться фантазии. Самый долгий этап – это продумывание будущей коофюры. Причудливыми изделиями Светланы давно заинтересовались модельеры. Теперь её работы путешествуют по российским фестивалям. Ведь постиж – это, по сути, сценическое искусство. И место ему не в обыденной жизни, а на подиуме. Екатерина Леонова, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.